Сегодня в 7 утра мы запустили канал RT Deutschland и YouTube его тут же заблокировал. Я, честно говоря, уже не понимаю, почему здесь, в России, в офисе компании Google не проходят обыски, а ее начальница не сидит в СИЗО. Вот я правда не понимаю, у меня в голове не укладывается. Канал RT Deutschland вещает отсюда, из России, просто потому, что в свободной, ну как бы свободной, Германии ему не дали работать вообще. Вот не так, как некоторым нашим журналистам ельцинского призыва, типа не заказываем фильмы. Нет. Ни один банк не открыл счет, а какой-то их регулятор не выдал лицензию на вещание. Но это ж такая свободная Европа. Это они, евреев жгли, кстати, свободные немцы. Тоже очень свободно. Правда, всех не успели. Коксовая промышленность в Германии тогда не справилась с нагрузкой, и печи не успевали за потоком. И вот теперь наследники, прямые, между прочим, наследники гитлеровского режима, все так же управляют Германией, прячась за свободолюбивые лозунги. Те, кстати, тоже прятались. Ну где же эта свобода? А она, между прочим, по-прежнему тут, в стране победителей, где, скажем, компания Deutsche Welle благополучно существует. Ее корреспонденты пишут антирусские тексты здесь, в России, и задают президенту наглые антирусские вопросы. У них есть счет в русском банке и офис в русской столице. То есть немцы в итоге дошли до Москвы, дошли и взяли. Ну, ничего. Мы все равно возьмем Берлин. Возьмем, не сомневайтесь, даже вот из этой шестой московской студии, потому что это мы, народ-победитель. А они, ну, сами знаете кто. Вы еще нам новый телецентр построите, и наши потомки будут на него смотреть и говорить, какой хороший дом, немцы же строили. Продолжение следует...